Филиппинские острова – настоящий рай для туристов. Это одно из самых экзотических мест в мире. Несмотря на то, что островное государство располагается более чем на 7000 островах, пригодны для отдыха только несколько десятков из них. Отдых на Филиппинах хорош своим разнообразием, здесь есть уединенные уголки природы с пышной тропической растительностью, великолепные белоснежные пляжи, современные мегаполисы. Отели предлагают туристам роскошный отдых на своей территории, на островах можно заняться дайвингом, который считается одним из лучших на планете. На Филиппинах очень богатый выбор экскурсий, большой выбор отелей и высококачественный сервис. Мягкий и теплый климат круглый год позволяет наслаждаться отдыхом практически в любое время, но лучший сезон отдыха на Филиппинах – это декабрь-май. Многочасовой перелет на Филиппины окупится ощущением пребывания в райском месте. Если запланировать самостоятельное путешествие, можно существенно сэкономить, но при этом может получиться большое количество стыковок на рейсах. Сейчас в эту сторону появились рейсы китайских перевозчиков, что позволяет немного удешевить перелет. Для граждан РФ в страну осуществляется безвизовый въезд сроком до 30 дней. Лучшими курортами на Филиппинах считаются «Баракай», «Бантайан», «Палаван», «Бахоль», «Негрос», «Себу», «Минданао» и другие. Наиболее популярные курорты «Баракай» не оставят равнодушным даже тех, кого уже, казалось бы, нечем удивить. Остров был открыт сравнительно недавно, в 90-х годах. За это время он стал одним из самых популярных мест для отдыха. По территории он занимает не более 10 километров, но на этой площади сосредоточена вся инфраструктура. На Баракай построили шикарные отели, бары и места для развлечений. Молодежь целыми днями развлекается в барах и на танцплощадках. Бескрайние белоснежные пляжи, великолепный природный ландшафт, чистое лазурное море и множество разнообразных экскурсий, в основном, связанных с изучением подводного мира, все это предлагает Баракай. Из достопримечательностей можно посмотреть пещеру летучих мышей, подняться на 100-метровую вершину горы, откуда открывается великолепная панорама, посетить парк бабочек. В апреле 2018 года остров закрыли на полгода для внедрения современных канализационных систем, чтобы не страдала экосистема. Скоро предстоит открытие, и остров будет снова очаровывать туристов, остров Бонтайн имеет большую площадь в 110-й год кварталов. КМ. Он еще не обрел большой популярности, поэтому здесь немного туристов. Из достопримечательностей есть старый полуразрушенный форт-музей, основанный первым испанским поселением и старый собор. Вода очень чистая и прозрачная с белым мелким песочком. Дайвинга здесь нет, поэтому туристов отвозят на маленький остров Малапаска. Самый подходящий небольшой городок для размещения – Санта-Фе, Палаван – это архипелаг из 39 скалистых островов. Его главная достопримечательность – заповедник, Эль-Нида, что в переводе означает «гнездо», потому что на его территории обитают редкие виды птиц, а также редкие представители флоры и фауны. Здесь есть два роскошных пляжа, окруженных скалами с густыми лесами. Остановиться можно в одном из двух эко-отелей вип-уровня. Многие острова архипелага необитаемы, а заняться дайвингом и снарклингом можно в бухте Хунда-Бей. Самый лучший риф – Тубахата, который находится примерно в 200 километрах от острова. Добраться в это место можно, арендовав дайвкатер. Бахоль, Филиппины, на Филиппинах преобладает тропический климат. Среднегодовая температура составляет плюс 28 градусов. Филиппины сезон самый жаркий и сухой длится с марта по май. Погода в регионе очень изменчивая, все может измениться прямо противоположно в течение 10-15 минут. Вот только светило солнце и на море был штиль, как через несколько минут набегают тучи, море штормит и идет ливень. Как и на многих тропических островах, на Филиппинах лучшее время для отдыха – с ноября по март. В это время дожди идут не так интенсивно, дождливых дней мало. Тайфуны и шторм часто бывают в сезон дождей, который длится с июня по ноябрь. Лето – самые обильные осадки. Это дожди с порывами ветра до 250 километров в час. Тайфун может пройти через какой-то один остров, но может развернуться и нанести ущерб другим островам. Синоптики могут предсказать заранее, когда тайфун начинает двигаться в сторону архипелага. Обычно это можно спрогнозировать за 2-3 дня до того, как он достигнет острова. В это время можно успеть принять все необходимые меры. Погодный катаклизм длится обычно от 2 до 5 дней. Землетрясения и цунами также не обходят острова стороной. Предсказать сезонность данных природных явлений невозможно заранее. На островах есть условно поделенные климатические зоны. Чаще всего от тайфунов страдают северо-восточные острова архипелага. Это острова Минданао, Лузон и Самар. Здесь дожди не прекращаются круглый год. На островах Себу, Паная, Негрос, Миндора влажный сезон длится с мая по октябрь. Остальные месяцы сухие и жаркие. Также в эту зону попадает запад Минданао. В центральной части Минданао, в Бахоль, юго-западных островах и лейте дожди распределяются равномерно на все сезоны. Западная часть Палавана, Негроса, Миндора и Лузона, эти регионы ожидают дожди с июня по ноябрь. Сейшелы, сезон для отдыха по месяцам. Рассмотрим погоду на Филиппинах по месяцам. Когда лучше ехать отдыхать на Филиппины? Январь, хотя и является наиболее холодным месяцем в году, радует туристов хорошей солнечной погодой. Температура воздуха не опускается ниже плюс 25 градусов. Поэтому стоит поехать в январе на Филиппины. Зима – популярное туристическое время. Февраль. Продолжается туристический сезон, температура воздуха комфортная, не жарко. Март хорош для серфинга и дайвинга. Температура поднимается до плюс 33 градусов. Местами начинаются дожди. Апрель не изобилует дождями, погода полностью становится жаркой, и туристы продолжают массово посещать курорты. Май – самый жаркий месяц в году, пасмурная погода бывает всего несколько дней. Особенно хороший период с конца апреля по начало мая. Вода прогревается до 32 градусов. Июнь – это уже сезон дождей и тайфунов, туристов почти нет, и цены на путевки снижаются. Температура воздуха прогревается до плюс 45 градусов на солнце. Вода – плюс 35 градусов. Июль. Погода становится абсолютно некомфортной, практически повсеместно идут сильные ливни. В это время есть вероятность затопления городов и поселков и отмены рейсов. Август. Максимальное количество пасмурных дней, тайфуны и ливни. Вода хорошо прогрета, но начинает цвести, из-за чего появляется неприятный запах. Сентябрь. Еще идут дожди, но постепенно количество осадков и тайфунов уменьшается, а местные снова начинают предлагать экскурсии. Постепенно курорты заполняются туристами. Октябрь. Филиппины в октябре становятся более привлекательными для посещения. В это время дожди идут еще реже, но начинаются неожиданно. Они сильные и кратковременные, после им на смену приходит солнце. Ноябрь. Температура воздуха еще немного понижается и составляет уже 29-31 градус. Дожди становятся редким явлением, а экскурсионный отдых разворачивается на полную мощность. Вода все еще теплая. Декабрь знаменует начало холодного и сухого сезона. Температура воздуха опускается до плюс 28 градусов. Море теплое, но уже немного освежает. Дайвинг на островах Филиппины. Погода для дайвинга начинается с конца ноября и длится до апреля. В это время много туристов. Цены на путевки падают в дождливый сезон до 70%. Но дожди не останавливают туристов, мечтающих побывать на островах. В сезон дождей также многие занимаются серфингом из-за высоких волн, способствующих этому. В мае можно скрыться от палящего солнца на островах Минданао и Самар. В марте комфортным отдых будет на островах Палаван, Негрос, Паная. В это время хорошо съездить на экскурсии. В апреле можно посмотреть, шоколадные холмы, Бахоля. Также в этом месяце цветут рисовые поля. Большим плюсом отдыха на островах является тот факт, что рождественские праздники здесь длятся с 16 декабря по 6 января, потому что местные жители придерживаются христианской, католической или протестантской веры. В начале декабря уже начинают наряжать пальмы, готовятся к Новому году. После того, как острова готовы к празднованию, начинаются фестивали. Особенно советуют бывалые туристы посетить город Лаодак, где в период с 20 по 25 числа проходит праздничное шествие. В Баракая и Маниле проходят самые грандиозные вечеринки. В каждом городе царит атмосфера праздника. Филиппины принимают туристов круглый год. Каждый выбирает для посещения наиболее подходящее для него время. Выбор может зависеть от стоимости, возможностей или желания туриста поехать в конкретный месяц. Филиппины подарят радость и приятные впечатления всегда, и туристы будут возвращаться сюда снова и снова.